Девочка-пай 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 . Субтитры создавал DimaTorzok В результате из университета есть шансы и предоставляет различные деньги. Поэтому я рассказываю, что анализирует и университет в университет, но мы проявляем это. С студентами Курцева, а также господин за учебные видео. У меня есть студент, который был в городе, и он был в городе, и он был в городе. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Когда я не знаю, что они не знают, что они не знают, что они знают, что они знают. Задбадам бонат, сэр баргунт зах, тумая рио имбарт сул лафед, рааста авто цахарта акаутта. Тума кума баурат та етсад барзак фаси, ва десак остат фастий, джеттел цинканене, кафе нема заране. Бирэхат, ма дава навзачи сусаг динятта, ама ай вадон ватсместа, ацак абконг лекти трастет, не? Филама ман ахам ма дзактар вачахас дар Раргун вае, ама автор ба каар студенттам. А варцога муцита, ама да бастенк хай бола кааткут па оцесаристы диноданк орантатазон фирогканан ана дзеста. Фан доди шамя истебонат мавсам, ма джеба васнам, форс хуттаг саоразам, ма 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 на курсаттам боластам, ма на бошед, лиман айдам мавсам, ма бнаттасгат кана. Форс ма бала одаста нахорганжа та мадина владимиревна, ама людмила гаубековна. Ма сэн бузник захам. Ма сэн бузник захам. Ма сэн бузник захам. Ма кура гастам. Олчидарю. Музкар, яваста, бувсна. Музкар. Музкара. Музкар. Их может неизбежать. Но их оставлять на базу социального наблюдения. А очень часто они изучают обучение, которые совершают жизнь на что-то, не решают листья. И они перевели в последний день. И они доказали это. Они не могут дать ответы. Они не должны innovations. Я не могу ничего. Я sponsors немелых невынос. Они не могут идти в течение жизни, а я не могу не посещать. Они just просто запахли. И мы пытались ее на ходе. Один, что я не могу посещать, Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Гони быстрей! Брат убитого будет ждать меня у входа в ущелье. Я должен прибыть туда еще живым и сразиться с ним, иначе ты ведь тоже моя кровь. Почему люди убивают друг друга? Не добивай себе голову ненужными вопросами. Наши предки так жили, и тебе так жить. Это закон и горе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А бывают моменты, когда я вижу перспективу филологии. Музыка, естественно, мне очень близка, она мне, конечно, ближе всех профессий. Но думаю, что филология мне тоже будет в помощь, я стану грамотным. Если так получится, и я стану хорошим филологом, то, наверное, я бы хотела и с детьми работать, и в школе преподавать. Но параллельно я точно должна буду заниматься музыкой. И я постараюсь как-то это вместе совмещать. В каком возрасте ты впервые вышла на сцену? Наверное, на сцене оказалась в возрасте 6 лет. Но на пение я пошла, я теперь еще в школу не ходила. И это было во дворце детского творчества. А первое произведение, которое ты исполнила? Вот это я тоже не помню. Ну, я точно пела «Стинскую песню», но какую-то не помню. Кто был твоим первым педагогом? Моим первым педагогом была Дзигойва Марина Дмитриевна. Она, наверное, благодаря ей я, наверное, настолько сильно полюбила музыку, что в дальнейшем решила поступить и в училище музыкальное, и в музыкальную школу. На самом деле, мне нравилось петь. Только петь я наиграть вообще не хотела. Но там настаивали педагоги, они хотели, чтобы я и фортепиано занималась. И тогда мама решила меня отдать на фортепиано. Какое направление в музыке тебе ближе? Ну, так как я занималась четыре года академическим вокалом, а до этого я пела эстрадные песни, то, наверное, у меня какое-то смешанное чувство, не знаю. Мне и эстрадное направление интересно, и классическое направление. Так что так точно петь у меня не получится. На каких площадках ты уже успела выступить? Ну, конечно, выступала в нашем городе во всех концертных залах, наверное, которые у нас есть. Мы выступали, мы ехали на фестивали во Владикавказ. Также после 2008 года нас отправили из Дворца детского творчества в Приднестровье. Ну, мы представляли там нашу республику, и там я также смогла показать свое искусство. И помню, что, не помню в каком году, но со школы меня посылали еще и в Москву, на Гремлевскую елку, и там тоже был момент, когда нужно было спеть, и я выступила тоже так. Чем еще увлекаешься по-моему музыки? Ну, наверное, у меня как-то времени ни на что другое не остается, но я бы очень сильно хотела, например, поступить и в художественное училище. Очень сильно хочу научиться рисовать, и может, когда-то у меня это получится. Часто ли тебя критикуют, и как ты реагируешь на критику? Ну, критикуют, наверное, всех людей, которые так или иначе как-то или увлекаются танцами, или музыкой, ну, без этого никуда. Но, естественно, бывает неприятно внутри как-то, да, но критика, она полезна. Ты узнаешь, что в тебе не так, что тебе нужно исправить, в какую сторону тебе лучше идти, и, наверное, критика полезна. Когда ты больше волнуешься? Перед выходом на сцену, на сцене или после выступления? Ну, больше всего я, наверное, волнуюсь перед выходом, но я много раз сама замечаю, что и ноги трясутся уже, когда на сцене стою, и руки. А после выступления уже все отходит, и все становится лучше. А как ты справляешься с помнением вот перед выходом на сцену? Не знаю, как-то утешать себя внутренним голосом, что все будет хорошо, не надо волноваться. Ну, ничего не помогает, наверное, и каждый человек волнуется перед выходом на сцену. Это обязательно. На каких мероприятиях ЮКО ты принимала участие? Ну, при поступлении в наш университет в октябре месяце, по-моему, у нас было мероприятие посвящения в студенты. И я там выступала, пела я там Остинскую песню. Дальше я выступала на новогоднем карнавале. Там, естественно, мы пели новогоднюю песню. Я еще выступала с моим одноклассником, который сейчас тоже учится в нашем университете. Субтитры создавал DimaTorzok Съемочная группа ЮГУ-ТВ отправилась в музыкальное училище. Здравствуйте. Долго вас искала, нашла вас по звукам фортепиано. Удивительная мелодия. Кристина в этом году заканчивает училище. Она готовится к госэкзаменам. И сейчас она играет в произведение, которое должна представить на экзамене. Какие у тебя творческие планы? После того, как я сдам грузэкзамены, я собираюсь устроиться в нашем училищине женских хор. Пока что я здесь, в этом хоре, пою как ученица. А с сентября, я надеюсь, уже буду работать в этом хоре. Педагог класса хорового дирижирования Кулумбекова Ирина Исидоровна возлагает большие надежды на свою студентку. Кристина учится у меня еще со школы. Девочка очень способная, музыкальная, талантливая, можно сказать. Поступила она сюда в училище к нам. Уже четвертый год заканчивает она в этом году по классу хорового дирижирования. Занимается она хорошо. В общем-то, у нее большие успехи. На уроке хорового дирижирования Кристина показала свое мастерство. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»